МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В спортивном комплексе «Олимпийский» собралось более 70 ведущих спортсменов, мастеров спорта и международников, так что с качеством состава полный порядок. Появились ребята незнакомые, то есть с Башкирии, значит, поэтому мы будем присматриваться. Ну а так, у нас фавориты здесь – это Татарстан, Оренбургская область, значит, Пермский край, хороший спортсмен там есть. Ну как бы в каждой территории есть по одному, по два человека, которые составляют очень большую конкуренцию. В программе турнира борьба в десяти весовых категориях. На кону для победителей – путевка в финал чемпионата России. Оренбуржцы традиционно в числе лидеров, но в этот раз из-за травм не смогли принять участие заведомые фавориты Арчанин Бурин, Бугурусланец Майоров. Хотя и без них было кому отстаивать авторитет нашей школы. В частности, многократному победителю этих соревнований – представителю прославленной Акбулакской династии Исе Гирейханову. Желание побороться всегда есть, но тем более после долгого перерыва с этим вирусом связанным мы долго не могли тренироваться, выступать долго не могли. Вот как будто сейчас получилось, хоть тяжело, не тяжело, решили побороться. У ИСы в итоге серебро турнира. Учитывая, что в этот раз соревновались исключительно первые номера, конкуренция была как никогда высока. В результате медалей у оренбуржцев достаточно 15, но золотых только две. В весовой категории до 61 килограмма финал стал нашим внутренним делом. Расул Газуев из Акбулака взял верх над Арчанином Энваром Березиным. И в весе 74 килограмма изначально считался главным фаворитом и ожидаемо стал чемпионом оренбуржец Рамил Алиев. Таким образом, двое наших борцов в октябре отправятся во Владикавказ на чемпионат России. В Крымском Судаке проходит командный чемпионат России по бильярдному спорту. Дисциплина – комбинированная пирамида. Мужскую сборную Оренбургской области представляют Олег Яркулев и Анатолий Дмитриев. Напомним, в августе они ударно выступили на чемпионате страны по динамичной пирамиде. Дмитриев дошел до четвертьфинала, а Яркулев стал победителем. Теперь, сейный как фаворит, наш дуэт начал позже. С одинаковым счетом 5-2 обыграл вторые сборные Липецка и Москвы, а сегодня в четвертьфинале еще более уверенно справился с первой командой Липецка – 5-1. В полуфинале оренбуржцы встречаются с воронежцами. Что до женского разряда, наша пара 15-летних Прилепина и Гадельшины выступила не так удачно. Выиграв у Самары, Анна проиграла Красноярску, Москве и сошла с турнинах дистанции. Теперь о наших клубах. Волейболисты Нефтяника и баскетболистки Надежды на старте сезона выступили в предварительных этапах в своих Кубках России. Надежда играла в Иванове, одержала пять крупных побед в пяти матчах и ожидаемо выиграла группу. Вся команда проверена в деле, показан стопроцентный результат. Единственный минус – травма, полученная Тихоненко. Полуфинал, состоящий из одного матча, оренбургская команда проведет дома через неделю с подмосковной Спартой. Волейболисты Нефтяника напротив своей Кубковой четверки заняли последнее место. По два раза проиграв Казанскому «Зениту», Нижегородскому АСК и Уфимскому «Уралу». Справедливости ради, Кубковые матчи стали первой игровой практикой сезона. Притом наша команда серьезно обновлена. Времени разобрать ошибки совсем немного. В пятницу стартует чемпионат Суперлиги. В Москве Нефтяников будет экзаменовать один из лидеров – столичная «Динамо». Футбольный клуб «Оренбург» уверенно, с хорошим отрывом возглавляет турнирную таблицу чемпионатов НЛ после 10 туров. У нас 8 побед, 2 ничьи и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных мячей – 14-3. Пока все в полном порядке, на радость болельщикам. В среду очередная игра чемпионата в Краснодаре, затем на очереди Балтика. Коронавирус прервал отличный старт хоккейного клуба «Южный Урал». Впервые за все время выступлений в высшей лиге «Орская команда» в четырехматчевой домашней серии набрала 7 очков из 8 возможных и поднялась на третью строчку таблицы. Однако при очередной сдаче тестов было выявлено заражение ковид 14 игроков – одного человека из тренерского штаба и одного из клубного персонала. Запланированное выездное турне отменено. Перенос игр с руководством ВХЛ согласован. «Орская команда» находится на карантине. Выступающие в молодежной хоккейной лиге оренбургские сарматы на старте сезона встречались с кузнецкими медведями. В первой встрече, несмотря на полное преимущество, оренбуржцы уступили со счетом 1-2. Зато на следующий день взяли более чем убедительный реванш – 5-0. Теперь у сарматов выездное турне в Тюмень и Ханты-Мансийск. Анатолий Еденич, Владимир Зволинский, Новости спорта.